Я решила вместе с вами его в первый раз попробовать. У нас получилась вот такая смесь. Я боюсь, блин, кусок волоса. Офигеть! Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свэ. И сегодня будет супер-пупер видео чистка блонда. В первый раз я буду использовать эту технику для чистки блонда. Сейчас покажу, какими средствами мы будем пользоваться для этого. Посоветовала мне эту чистку, уход и потом еще тонирование легкое. Девочка из города Находки. Ее зовут Екатерина. Она профессионал, колорист. И, в общем-то, помогает мне. И первое, что мы решили сделать, вот такой лайфхак, ее совет, что можно сделать с моим блондом, чтобы его почистить. И вообще, эту процедуру, которую я сейчас вам покажу, ее регулярно можно делать раз в месяц, раз в два месяца, особенно для блондинок. Мне этот рецепт понравился. Я решила вместе с вами его в первый раз попробовать. Давайте я вам сначала расскажу все, а потом начнем пробовать и посмотрим результат. И покажу вам волосы до и после. Для начала нам нужно... Опсаринупса! Немножко страшно. Я его взяла за 203 рубля. Здесь 500 миллиграмм. Нам нужно его растолочь и один к одному смешать с шампунем глубокой очистки. Шампунь глубокой очистки можно брать любой. В принципе, это не принципиально. Я взяла сразу литрушку, потому что она сказала вообще шампунем глубокой очистки раз в месяц точно нужно мыть волосы, потому что вода может влиять на волосы, тонировки постоянные, муссы, лаки для волос. Я еще шампунями пользуюсь, сухими. Поэтому все это у нас там в кутикуле, в этой, я так понимаю, засоряется и волос тоже меняет свой нет-нет цвет. А когда чистишь обычным глубоким шампунем, да, или вот в таком сочетании, то она как профессионал, когда делает такое, она видит вообще сразу результат и видит, как светлеют волосы. Вот, мне очень интересно. Короче, делаем вот эту вот смесь и чистим-чистим как следует волосы. Я покажу, как я буду это делать. Далее, волосы будут довольно жесткие после этого, да, такие, потому что там все-все как следует вымыться. Она мне посоветовала также восстанавливающая маска Олин, вот такая вот. Я заказала ее на Вальберс. Кстати, шампунь вот я тоже заказала на Вальберс, он стоит 390 рублей. А вообще из стель можно взять, да, но я вот это вот увидела, самую дешевую цену 390 и взяла, раз не принципиально. Вот эта маска Оли, она, она говорит, очень классная. То есть после того, как мы вот эту всю процедуру очищения сделали, мы потом делаем эту масочку на 20 минут и ходим все это. Потом смываем. Волосы сразу же станут прекрасные. Она сказала, что эта маска тебе очень понравится, я уверена. Вот такая маленькая, кстати, штучка. Здесь всего лишь 250, стоит 650 рублей, что ли, или 690, представляете? Я думала, больше будет. Но она говорит, что она пол-литрушку берет, но тоже получается там 900 рублей где-то, или 800 с чем-то. Но она со скидками берет, она же профессионал, и у нее везде скидки. Вот. После того, как мы восстановили наши волосы, после вот этой чистки блонда, потом она мне посоветовала вот такой вот палет, платиновый, и тоже выдержит не более 10 минут. Он такой синенький, у него есть разные оттенки, там пепельный, платиновый и еще какой-то. Вот такой он синенький внутри. Она говорит, после этого ухода маски наносишь этот бальзамчик, держишь там 5, опять же, не больше 10 минут, и все это смываешь, он немного притонирует твои волосы, и, в общем-то, говорит, волосы тебе понравятся после этого, какие они будут на ощупь, и вообще чистка, да, то есть говорит, ну, у меня вообще я и скидывала фотографии свои, у меня очень много здесь разных оттенков, у меня здесь желтый, корни отросли, после этого мы будем уже красить, экспериментировать корни. Здесь у меня более светлая полоска, потом идет опять желтая, потом кончики опять светлые, короче, надо почистить, почистить надо, вот таким способом. Вообще, это известный довольно способ, она говорит, и в интернете даже скидывала мне, что девочки так делали, но я не делала ни разу, поэтому давайте вместе попробуем, что получится. Начинается... Эй, ребята! В туалет когти точить, бегать, прыгать, кричать, кушать надо, именно в момент, когда я снимаю, это мои котики. Итак, на волосах у меня сейчас много всего, и до этого, и тонировки, и, короче, все, что я перечислила, все было, и чистку я вообще не помню, когда я делала последний раз глубоким шампунем, не помню, когда я пользовалась, в общем, смотрите на до. Волосы довольно блестящие у меня, да, несмотря на то, что они не свежие, но вот я бы хотела какой-то другой оттенок, может быть. Ну что, поехали! Я взяла и всю пачку, девочки, всю пачку, все таблеточки, высыпала сюда. Сейчас я их все растолкую, посмотрю, сколько у меня получится. У нас получилась вот такая смесь, она не прям порошок, а прям, знаете, как стиральный порошок, ну, как бы с гранулками такой, да, и здесь получилось где-то 25-20 грамм, я вот смотрю, ну, до 50, в общем, нужно долить, нам будет шампуня. Я сейчас не буду сразу заливать, потому что сначала нам нужно помыть голову просто шампунем глубокой очистки, и можно даже выдержать 5-8 минут, и потом уже его смыть, и потом уже вот этой смесью. Я сделала сразу всю пачку, потому что буду несколько раз наносить, можно эту смесь с аспирином наносить до 8 раз. Я сделаю, может быть, 2-3 раза, в общем, насколько здесь хватит. Наблюдаем за процессом, потому что я сейчас перевернусь, я сейчас поставлю как-нибудь камеру, не знаю, чтобы вам было все это дело видно. Готовлю шампунь глубокой очистки, также приготовлю маску, уже здесь рядышком. Моем голову один раз, шампунем глубокой очистки, и выдерживаем 8 минут очистки. По ощущению волосы, конечно, стали сейчас такие жестковатые, прям, знаете, скрипучие, прям очень не хватает, как будто масочки сейчас. Сейчас будет с ними происходить еще жестче все. Мы теперь в нашу смесь до 50, я сейчас наливаю шампунчика. Вот так прям. Столько же шампуньки. До 50. Вот так. Один к одному получается. И теперь, не знаю, видно вам, нет, мы все это перемешаем прям. Ой, боже, это, знаете, как скраб прям. Ой, он пенит. Боже, он растет, посмотрите, он пенится. Вам видно? О, как пенка воздушная. Девчонки, о, боже, места ему нету уже здесь. Надо было больше брать. Вы видите? Какой прикол. Боже мой. Я боюсь. Блин, давайте начнем сразу наносить. Он прям растет на глазах. Так, наносим это все на волосы. У меня все падает здесь. И прям чистим, чистим. Вот так вот, девчонки. Ох, сколько тут ее, его. Так. Чистим, чистим. Пенится очень хорошо. Вот так вот ручками мы делаем. Прям чистим, чистим, вот так руками. Теперь смываем. И делаем еще раз. Какие? Просто. Ну, прям, знаете, я же говорю, не хватает. Так, надо быстрее. Ой, начинаешь и так мешать, и опять она пенкой становится. надо на три раза, чтобы сделать хотя бы. Смываем. Пена говорит, хорошо бы, чтобы это сделал кто-то, потому что, в принципе, становится видно. Становится видно. Ой, у меня отлетело кусок волоса. Офигеть! Это лишнее отлетели, или мои уже светят? Слушайте, ну, офигеть, как высветляет. Я вижу, что он светлый. Мои уже пожелтели. Они сто пудов светлее стали. Давайте последний раз и загругляемся, и маску делаем. Не помню, говорила она мне здесь или нет, но другие мы обсуждали уходы. Она говорила, что после глубокой очистки помой обычным шампунем. Оно оставляет действие глубокой очистки. Я, наверное, сейчас это, помою обычным шампунем. Где они все? Господи. Вот. Вот обычный шампунь. Помою светку. На всякий случай. Ну, все. Мне хочется посмотреть в зеркало, что у меня за исходный сейчас цвет. Так, но в зеркале сейчас особо не видно. Это вот я вот так вот вижу, что у меня концы прям побелели. И волосы сейчас такие жесткие. Им прям хочется маски навалить сюда. Поэтому мы берем нашу масочку, которую я открыла. И под шапочку сейчас сделаем на 20 минут. Прям полную. Давайте как следует. Прям сейчас все пропитаю. как следует. Сделаю прям, наверное, с корнями. Мы же от корней все это дело делали. Сделаю с корнями тогда. Так, масочки. Видите, она... Ой, классно. Она уже все разделяет. Уже аж волосы. Пальчики проходят. Сейчас я распределю как следует все. Вот так. Вот она уже мгновенно, девочки, это делает. Смотрите. Мгновенный результат. Волосы, я смотрю, вылезают. Но я думаю, что это вылезают на самом деле те, что застряли. У меня и укладка была. Как бы я вот на это не... За это не переживаю. Полно сухих волос уже. Думаю, они уже просто отвалились. Так. Ой, обалдеть. Хочется еще прям нанести. Хотя уже нормально все, но хочется еще. Супер, супер, супер. Может быть, вам видно, что они чутка пожелтели, нет? Ну ладно, потом посмотрим. Так, все, закрываем. И такая шапочка из фикс прайса. Опа. Опа. Ушки откроем. Будет очень круто, если сейчас не курьер позвонит. Он сказал с 12 до часа. Сейчас, чтобы вы понимали, 20 минут первого. Я такая шапочкой выйду. Надеюсь, не на улицу меня попросят выйти. Так, все, шапочка под шапочку. Все, вот так и буду. Вот так и буду ходить. Все, 20-30 минут походим, смоем все это дело. И потом сделаем на 10 минут, мне кажется. Она сказала, не больше 10, но я люблю подольше. Мне кажется, все время как-то вот такие вот маски и шампуни, они не хватают мне, Света, не хватает. Ну, ладно, как она рекомендовала, не больше 10 минут. Сделаю 9. Сделаю 9 минут, подержу. Она, ее мама использует вот этот вот бальзам, да, оттеночный. Очень нравится. Говорит, волосы после него не заметила, чтобы сохли. Говорит, нам нравится. Так как она маму все время красит, уходы ей делает, поэтому говорит, нам нравится. Все, девочки, вернусь через 20 минут. 22 даже минуты прошло. Не буду 30 минут держать, я думаю, 20 нормально, потому что она и сама уже с первого раза прям шикарная маска была. Видели, когда, а тут еще 20 минут, еще и под шапочкой, мне кажется, шикарно. Сейчас, короче, я помою волосы свои и сразу нанесу этот бальзам тоже на все волосы вот так вот и вернусь к вам. Не буду уже показывать, как я там это делаю в воде. Или показать. Покажу. Он вот такой синий и наносим. Ну, вроде по кончикам, вроде как холодненький такой оттенок. Все, в ногтях позастревал. 8 минуток уже осталось. Что, любопытно, да, что у меня там? Все, уже время заканчивается. Сейчас пойду мыть и сушить. И мы сравним до и после, что получилось. И состояние волос, качество. Вот с этим вот бальзамом, почему я не люблю пользоваться бальзамами оттеночными и всякими шампунями, ну, вы поняли, да? Потому что у меня у корней всегда очень, ну, желтят. Чаще всего у блондинок, да, это проблема, это желтые корни. Особенно, если такие блондинки, как я, которые не хотят осветляться порошком, а берут краски осветляющие. И часто даже эти осветляющие краски, ну, я не беру какие-то, может быть, специальные, да, там, краски, которые такие же сейчас, как порошки, то есть там состав все то же самое входит. Вот, но краски, которые нахожу я и крашу на 6%, там, на 9%, которые поднимают корень, да, но все равно, он может там, покрасился только ты, он может быть красивый цвет, а потом раз смылся, два смылся, и все равно там желтый остается. И такой желтый, который не берет тонировка. Тонировка, я имею в виду, вот, бальзам и шампунь. И получается, что когда я пользуюсь бальзамом или шампунем, у меня длина, где были осветленные волосы порошком, да, потому что я сначала в салоне, да, потом уже сама поддерживаю, там, где была осветлена порошком, очень хорошо тонируется волос вот этими бальзамами. А там, где была краска, там желто, ничего не берется, и получается очень сильно контраст. И я вот сейчас боюсь, как бы опять, да, вот кончики такие красивые, они прям красиво делаются, потому что там у меня еще был порошок осветлен. А здесь вот я красками своими разными, разнообразными красила, которые, может быть, недостаточно как-то подняли уровень или еще что-то. Я не знаю, что там за примесь, почему оно вот, как бы, не тонирует, да. И вот не люблю эти контрасты, потому что этот контраст подчеркивает желтизну еще больше. Поэтому я хочу перейти на порошок и делать это на маленьких процентах, и мы вместе с вами будем все это дело экспериментировать. И краску новую, возможно, я попробую, Матрикс. Короче, экспериментов с волосами у нас море. Успеть бы все это. Но если я не успею до Нового года, хотя я хочу покраситься, и мне в помощь будет мама, потому что там нужно будет немножечко повыравнивать цвет мне, да. В общем, ну, буду все подробно показывать вам. Все, наверное, да, уже болтаю. Пошла. Не буду сильно тонировать, чтобы не было контраста. Фух, ну что? Вообще, мне так интересно, честно говоря. Ну, мне кажется, не будет сильно какой-то там сильной разницы. Главное, что я знаю, что я их почистила, они конкретно очистились. И конкретно я их сейчас увлажнила и восстановила вот этой масочкой, да. Тонировку посмотрим, что там получилось. Так любопытно. После этого видео, я надеюсь, как раз-таки посмотрит Екатерина из города Находки, посмотрит это видео и посмотрит на мои волосы, да, на цвета, цвета эти все. И мы уже конкретно с ней распишем рецепт и последовательность. Как я дома буду все это дело высветлять порошком. Хочу попробовать сама. Потому что мне нравится, как волосы потом после порошка с тонировкой себя ведут, если честно. И вот устала я уже от красок, наверное. Я готова к порошку сама. Тем более с таким профессионалом рядом. Ну что? Снимаем? Терпения нету больше. Застряло полотенце. Кстати, все было комфортно. Довольно комфортно. Ничего не щипало мне. Несмотря на то, что там бальзамы я использую какие-то или еще что-то, я всегда пользуюсь спреем. Сейчас я новый заказала. Ну, тот же, только в новый апгрейд. У них новая упаковка. Короче, это термозащита у меня идет. И расчесывание. Тоже там увлажнение, восстановление. Корни, конечно, уже отросли. Мне надо посмотреть прям базу, что у меня там в конце концов осталось. А еще я взяла у Олен спрей. Очень интересный. Он голубого цвета. И его пшикаешь на вот такие влажные волосы и не смываешь. И он, по-моему, конкретно тонирует. Я вообще хочу отдельное видео прям по нему снять. Следующее мытье головы, кстати, мы так и сделаем. Я вам покажу до. Покажу весь процесс. Посмотрим после. Мне кажется, там конкретно будут изменения. Где моя расческа? Молотый, видите, прикорневой. Желтит. По длине вроде бы довольно-таки ровненько. Ну, как раз вот то, что желтит, это вот как раз то, что я только красками осветляла, понимаете? А вот это все, это было порошочком на 3% осветлено в салоне. И как красиво тонировка ложится. Мне еще надоело, что смывается очень быстро тонировка, да? А поддерживать ее вот такими шампунями, бальзамами, я же говорю, контраст получается. Поэтому вот если бы я порошочком красила сама себе корешочки, да, то я потом легко бы поддерживала все это такими разными тонировочками. Не тонировкой на оксиде, да, а бальзамами достаточно было. Посмотрите, какой. Я вижу красивый цвет по длине уже. А вот здесь он не берет. Потому что не та база, видимо. Не из того. Так, все, отлично, расчесались волосы. Сушим. Бантик! Бантик! Все, посушила я волосы. Обязательно я между ручек немножечко маслица. И вот прям по кончикам прохожу. Люблю, чтобы они были такие остренькие. Бантик опять пошел. Что, давайте вернем все, как было в исходное положение. Мы будем сравнивать, потому что, да, все оттенки цветов-цветов у меня включены, как были включены. Итак, показываю результат. И спереди, смотрите, кто видит, что изменилось. Давайте вот так сделаем. Появился оттенок какой-то. Мне кажется, они чуть-чуть светлее стали. Чуть-чуть светлее. Сильные тонировки я не вижу. И хорошо, потому что какого-то сильного контраста нету у меня с корнями. Вот такие шелковистые. Снова волосы у нас. Видите? В этот раз длина у нас вот такая. Ровненькая. Что я могу в целом сказать об этом? Какого-то прям честно, визуального изменения я не увидела, чтобы был какой-то там совершенно другой оттенок. прям видимый, да? По цвету, кстати, я не знаю. Катя, посмотри. Вот эта полоска, которая у меня, она все равно осталась, да? Которая вот здесь у меня была более светлая. То есть она как-то глубоко у меня там покрасилась. Да? Или нет? Или не видно уже ее? Или видно? У меня вот здесь вот получается корень, значит, потом желтая. Потом вот здесь у меня была светлая полоска. Потом снова желтая, да? Но она не сильно бросается в глаза. И светлые-светлые кончики. Вот. Но в целом смотрится очень хорошо. И ощущение такое, что ты прям почистил свои волосы как следует, прям ощущение приятное. Маска шикарная, маска зачетная. Олин. Я рекомендую прям всем попробовать ее, потому что вы видели сразу, как только я ее наносила, после глубокого шампуня, вот этого глубокой очистки, она сразу волосы вот так не распределяла. Понимаете? Реальная восстанавливающая масочка. Вот. А по поводу бальзама вот этого, я думаю, что он имеет накопительный эффект. Но прежде чем его накапливать, нужно решить сначала вопрос вот с этими корнями, да? Чтобы когда мы тонировались, у нас оставалась хотя бы только отросшая вот эта вот наша полоска. А желтого не было. Чтобы от сразу корня, от корня, да? Как там правильно. У нас был красивый цвет. И это будет более благороднее, красивее. Красивее, правильно сказала? Вот. Все. В общем, большое спасибо Катюше за совет. Я ссылочку на нее оставлю, кстати, под видео. Мне кажется, вот если бы я была в городе находки, я бы прям к ней бы пошла. Мне кажется, она профессионал, потому что вот я с ней общаюсь, вижу, как она любит свое дело, прям об этом разговариваю. И не, знаете, как бы не жалея времени, да, мне все рекомендуют, там то, 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 то. Вот сейчас, после этого видео, я думаю, мы с ней что-то новенькое придумаем и снимем видео, можно сказать, такое совместное, да? И будем доводить до идеала мои волосы. Вот. Катюша, спасибо, значит, за рекомендацию, лайфхак. Расскажите, пробовал ли кто-нибудь так чистить свой блонд? Собираетесь ли? Не страшно ли вам так попробовать? Ну, вообще, в интернете есть такие лайфхаки, есть видео, где девочки это делают. Я не знаю, как именно там аспиримин этот влияет на волосы с шампунем, но как-то вот он там все очищает. Я не ведусь в такие подробности, я больше человек эмоций, да, до-после, ощущений. Я поделилась своими ощущениями. Вот. Все, мои хорошие, надеюсь, мое видео было для вас полезным и интересным. Если так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди много экспериментов. Ну, а я с вами прощаюсь. До следующего видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok